МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повышение детских пособий и ряда социальных выплат пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла одобрили депутаты окружного собрания. Решение губернатора проиндексировать социальные выплаты утверждено на 39-й сессии окружного парламента. Кроме того, депутаты в двух чтениях приняли законопроект об 1-процентном ипотечном кредитовании, первый в российском законодательстве. О принятых решениях на первой в новом сезоне сессии в нашем материале. Впервые в России взять ипотеку можно под 1% годовых. Ипотечная программа рассчитана на жителей Ненецкого округа и призвана улучшить их жилищное положение. Приобрести жилье под 1% можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Срок займа составит 15 лет. Жилой дом, в котором будет приобретаться квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным, то есть исключаются все деревянные постройки. Стоимость квадратного метра будет определена постановлением администрации, чтобы не допустить резкого скачка цен на недвижимость. Что касается возраста дома, в результате обсуждений его подняли с 15 до 25 лет. Необходимо не забывать основную цель данного закона, это оживить рынок. Помочь людям купить, прежде всего, квартиру, а не продать. И на заседаниях комиссии и комитете мы неоднократно называли те цифры по количеству домов. Да, изначально было 15 лет, и это было 60 домов, 4072 квартиры. Сейчас при 25 годах попадают у нас уже 82 дома и 4999 квартир. То есть на настоящий момент, в принципе, этого достаточно. Партнер округа по новой программе на сегодня пока один – Московский индустриальный банк. Оформить там ипотеку можно будет уже с 1 октября 2017 года. В настоящее время администрация региона дорабатывает порядок реализации нового закона. В двух чтениях принят законопроект о повышении ряда социальных выплат. С 1 января 2018 года повышается размер сразу нескольких видов выплат. Во-первых, увеличатся детские пособия. В настоящее время размер ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте до полутора лет составляет от 853 до 1422 рублей в месяц, в зависимости от категории получателя. С учётом поправок губернатора эти цифры составят от 1000 до 1700 рублей соответственно. Участники Великой Отечественной войны вместо ежемесячных 25 тысяч получат 35. Денежная выплата ветеранам труда увеличится с 758 до 1000 рублей. Труженькам тыла с 963 рублей до 1200. Выплаты жертвам политических репрессий составят от 800 до 1900 рублей ежемесячно в зависимости от категории получателя. Инвалиды с нового года будут получать 1900 рублей. Кроме того, на 400 рублей будет проиндексирована ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам. Предлагается увеличить ежемесячно компенсационные выплаты пенсионерам, которые на сегодняшний день установлены в размере 2708 рублей и 3100 рублей. Увеличить на 400, установив соответственно 3100 рублей и 3600 рублей. Указанные изменения предлагаются к вступлению в силу с 1 ноября 2017 года. Одобрили депутаты и увеличение величины прожиточного минимума на 5,1%. В 2018 году он будет увеличен на 864 рубля и составит 17956 рублей. Величина прожиточного минимума рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины, куда входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Определять величину прожиточного минимума необходимо, чтобы материально поддержать тех пенсионеров, которые получают маленькую пенсию. К сожалению, у нас порядка тысячи жителей округа получают пенсию ниже вот этой величины прожиточного минимума. Поэтому для этой категории будет доплата до этой величины, до 17956 рублей, так называемая социальная доплата к пенсии за счет пенсионного фонда и за счет окружного бюджета. По словам председателя окружного собрания Анатолия Мяндина, за последние годы этот показатель существенно вырос. В 2010 году прожиточный минимум составлял 10400 рублей и за 8 лет увеличился почти в два раза. Для улучшения инвестиционного климата в округе продлены льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Предусматривается продление срока действия пониженной ставки налога на прибыль до 1 января 2022 года для организаций, являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков. Снижение налоговой ставки налога на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации до 12,5% в 2018-2020 годах для категории налогоплательщиков, указанных в законе. Снижение налоговой ставки на прибыль до 12,5% предусмотрено для ряда отраслей. Добыча нефти и других полезных ископаемых, производство электроэнергии, деятельность авиационного, автомобильного, грузового, морского и речного транспорта, утилизации отходов. Право на применение пониженной ставки распространяется до 31 декабря 2022 года. Рассмотрен депутатами и принят в первом чтении законопроект, отменяющий доплаты к отпуску депутатам, заместителям губернатора и главе региона. Законопроект будут дорабатывать для принятия во втором чтении. В завершении сессии, на которой были рассмотрены 17 вопросов, губернатор обозначил направление работы в новом сезоне. Игорь Кошин отметил, что сейчас ситуация с доходами. бюджета больше не напоминает «Чёрную пятницу», поэтому возобновляется индексация социальных выплат. В связи с этим будет рассмотрена возможность повысить заработные платы работникам бюджетной сферы. Валентина Чибичек, Антон Водоряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Вузы подготовят специалистов для Ненецкого округа. В 2017 году по целевым квотам в вузу страны зачислено 24 абитуриента-целевика из Ненецкого округа, что в два раза больше, чем в прошлом году. Конкурсный отбор проходил только между выпускниками из Ненецкого округа по результатам ЕГЭ. Большинство квот, выделенных региону, реализовано. Традиционно основными заказчиками специалистов с высшим образованием на перспективу выступают сферы образования и медицины. В числе партнеров округа четыре вуза. Северный государственный медицинский университет зачислил студенты семь человек по трём специальностям – лечебное дело, педиатрия и стоматология. Два педагогических вуза – Северный арктический федеральный университет имени Ломоносова и Российский государственный педагогический университет имени Герцена начали подготовку 16 специалистов для образовательной сферы округа. Кроме окружного департамента, заказчиками подготовки выступили Средняя школа номер 5, школы посёлков Харутай и Каратайка, детские сады Теремок, Умка и посёлка Нельминос. Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет начинает подготовку архитектора по запросу департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта. Целевую подготовку специалистов за счёт бюджета вузы проводят только для тех предприятий, которые находятся в собственности государства. В качестве работодателя могут выступать профильные департаменты, органы местного самоуправления с последующим трудоустройством в подведомственных предприятиях, организациях или учреждениях. Остальные потенциальные абитуриенты из Ненецкого округа поступали на бюджетные места вузы страны в общем порядке. Новый вертолёт для санавиации Ненецкого округа выполнил первые рейсы. Воздушное судно с медицинским модулем, предназначенным для оказания экстренной помощи на земле и в полёте, прибыло на службу в Ненецкий округ в августе. С 15 сентября новый вертолёт вышел на линию. За это время он осуществил уже четыре вылета в труднодоступные районы округа. Санитарные задания выполнены в Амдерму, Каратайку, Красное и Коленеводом в район Чёрной. В больницу было доставлено четыре пациента с острой хирургической патологией живота, инсультом и двумя случаями травм. Стоимость перелётов составила более трёх миллионов рублей. Их компенсация идёт из средств, выделенных ранее Федерацией. Федеральная поддержка Ненецкому округу оказана в рамках приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого округа. Его реализация позволит ускорить сроки поступления экстренных пациентов из отдалённых территорий субъектов в медицинские организации более высокого уровня. Кроме того, Наринмарский авиаотряд планирует в ближайшее время пополнить авиапарк ещё одним новым вертолётом. Государственная транспортная лизинговая компания одобрила поставку предприятию на условиях льготного лизинга второго вертолёта Ми-8. Авиаотряд намерен взять воздушное судно в аренду сроком на 10 лет с последующим выкупом. В прошлом году санитарная авиация выполнила 288 экстренных полёта. Врачи оказали помощь 570 гражданам, из которых 45 дети. Ненецкий округ присоединится ко Всероссийскому параду коммунальной техники. В эту субботу, 23 сентября, в Наринмаре будет проведена акция «Всероссийский парад коммунальной техники». В ней примут участие четыре организации региона. Единая для всей страны акция начнётся в окружной столице в 10 часов с смотром техники на центральной площади Маратсей. Наринмар, Дориемстрой, ПОК и ТС, Чистый город и Наринмарская электростанция представят более десятка единиц техники. Различные типы тракторов, самоходные подъёмники, автомобиль, лабораторию высоковольтных испытаний, автогрейдер, экскаватор, автокран. Жителям округа расскажут о предназначении каждой машины и о том, как работают мастера-коммунальщики. После смотра техники в 13 часов начнётся парад по улице Ваучейского. Как пояснили специалисты профильного департамента, после завершения мероприятий все машины вернутся к службе на улице города. Проведение парада инициировало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Акция будет проведена во всех субъектах страны в единый день. Кража из гаража раскрыта. Полицейские нашли преступника, похитившего лодочный мотор и запчасти. На общую сумму более 200 тысяч рублей. Уникальные костюмы 19 века. Впервые из Санкт-Петербурга в Краеведческий музей приехала масштабная этнографическая выставка. Окружные полицейские раскрыли кражу, совершённую в одном из гаражных кооперативов окружной столицы. В июле этого года житель Наринмара не досчитался. Лодки и лодочного мотора, двух комплектов резины и снегохода. Как выяснилось позже, имущество пострадавшего вывезли находчивые горожане, которые воспользовались тем, что дверь гаража была не заперта. Здесь стоял снегоход, здесь лежала лодка развернутая. А ещё два комплекта летней и зимней резины на дисках, лодочный мотор и набор торцевых головок. В общей сложности из гаража Олега Коркина похитили имущество на 236 тысяч рублей. О том, что его обокрали, мужчина понял 22 июля этого года, когда очередной раз приехал сюда по своим делам. Обнаружил я, приехал сюда поремонтировать машину, подъехал, увидел, что дверь подпёрта бруском. Отодвинул брусок, дверь открылась. Заглянул в дверь, посмотрел, что тут не хватает снегохода, лодки, ну ещё кое-какого имущества. Пострадавший тут же вызвал стражей порядка. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Чтобы вычислить и поймать преступника, сотрудникам отдела уголовного розыска понадобилось около двух месяцев. Уже установлено, хищение совершил ранее судимый житель Ненецкого округа. Из показаний подозреваемых, проходя мимо гаража, они увидели приоткрытую дверь и решили воспользоваться моментом, обнаружив в помещении технику. Они вывезли её отсюда в неизвестном направлении. Для перевозки ворованного имущества преступник использовал аж два внедорожника. Сейчас похищенная злоумышленником собственность потерпевшего изъята и находится в полиции. В скором времени её вернут законному владельцу. Следствие по факту кражи продолжается. Следовательно, следственного отдела управления МВД России по Ненецкому автономному округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2, ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Караж совершённый с незаконным проникновением помещения. Если вина подозреваемого будет полностью доказана, он вполне может получить реальный срок. Максимально возможное наказание по этой статье Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до пяти лет. Костюмы морских зверобоев, кочевников сибирской тайги и приамурских рыбаков. Увидеть уникальные экспонаты из коллекции Российского этнографического музея теперь можно и в Наринмаре. Из Северной в Заполярную столицу приехала выставка «Радуга на снегу», посвящённая богатству и многообразию традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди множества экспонатов и редкие экземпляры. Например, костюмы из кожи конца XIX века. На открытии выставки побывала и наш корреспондент Ирина Нежалова. На протяжении столетий народные умельцы создавали богатую и своеобразную культуру, используя привычные для них материалы – мех оленя и нерпы, кожу морских животных и рыбы. Традиционный костюм каждого народа имел ярко выраженную специфику. Она проявлялась в особенностях кроя, выборе материалов, украшений и расположении декора. Народы при Амуре, например, использовали для изготовления одежды, обуви, декоративных элементов, различных сумочек, рыбью, кожу различных пород. Вот здесь представлен халат женский праздничный, который выполнен из кожи сазана и кеты. При выделке рыбья кожа становилась очень мягкой и податливой, как замша. Эта одежда была очень легкой, практичной и непромокаемой. Одежду из рыбьей кожи богато украшали орнаментами. Считалось, что они защищают человека от злых духов. Не менее уникальные экспонаты представлены и на соседнем комплексе. Он посвящен народам Восточной Сибири, приморским чукчам, которые занимались морским зверобойным промыслом, охотились на нерв, моржей и китов, из кишек которых потом шили себе камлейки. Это промысловая одежда, которая одевалась поверх меховой и защищала морских охотников от намокания. Также у нас есть здесь представлены одежда, шитая из скрапивного полотна. Это племена бывшие югры на сегодняшний момент. Это народы ханты и манси. Есть на выставке и другие не менее интересные экспонаты. Один из них – костюм, который корякский народ в 70-е и 80-е годы подарил Леониду Ильичу Брежневу. Вот такой подарок по достоинству был оценен головой государства. Это такой зимний мужской костюм? Да, зимний мужской костюм, причем праздничный они ему подарили. А, зимний? Да, праздничный. Не каждый день так ходят. Помимо костюмов о культуре народов рассказывают и предметы быта, изготовленные из меха, дерева, бересты и кости. Каждый народ, проявляя мастерство и фантазию, превращал, казалось бы, простые вещи в настоящее произведение искусства. Дополняют выставку фотографий из фондов Российского этнографического музея, знакомящие с народами, которые в сложных природно-климатических условиях создали уникальную северную цивилизацию охотников, оленеводов и самых северных коневодов мира. Ненецкий краеведческий музей представляет эту выставку для того, чтобы каждый живущий житель, так как в городе Наринмаре и во всем Ненецком автономном округе, хотя бы немножко прикоснулся к этому уникальному самобытному искусству народов севера, сибири и Дальнего Востока и удивился тому, сколько же народов у нас проживает в нашей огромной и большой стране России. Прикоснуться к самобытному искусству сегодня смогли воспитанники одного из детских садов Наринмара. Для дешкаля от знакомства с экспонатами провели в познавательно-развлекательной форме. Точно такие лыжи, ракетки, которые есть у нашего охотника за морскими животными. Примерно такие же. И сегодня ваша задача будет пройти по снегу. Сегодня ребята побывали в роли морских зверобоев. Каждый мог примерить лыжи охотника. Помимо хорошего настроения, ребята получили новые знания, о которых обязательно расскажут своим родителям, братьям и сестрам. Окунуться в историю самобытного искусства народов севера, Сибири и Дальнего Востока могут все желающие. Выставка «Радуга севера» будет работать до 4 ноября. После этого экспонаты отправятся обратно в Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...